Чем полезен каланхоя? Использование сока каланхоя, народные рецепты использования и быстрые рецепты на основе каланхоя, которые подойдут всем. Каланхоя сравнивают с женьшенем, одним из самых живописных и животворных растений в мире. Каланхоя может стать вашим незаменимым домашним помощником, альтернативой алоэ, если надумали вырастить его. Чем полезен каланхоя? От насморка, при кожных заболеваниях, для заживления ран, для очищения от умертвевших клеток. Каланхоя содержит умопомрачительное количество дубильных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов. Листья каланхоя богаты уксусной, щавельной, яблочной кислотами. Благодаря такому составу в домашних условиях можно получить активный препарат от всех болезней. Все части каланхоя обладают лечебными свойствами, но особого почтения заслуживает сок растения. Он действует по аналогии с соком алоэ. Сок каланхоя используют при фурункулах, ранах, ожогах, трещинах, экземе. На больное место прикладывается повязка, смоченная 3-4 каплями сока каланхоя. Весь курс до полного заживления состоит из 5 процедур по одному разу в день. Народные рецепты использования каланхоя. Для профилактики простудных заболеваний гриппа использовать по 2 капли сока каланхоя, разведенных с водой, 1-2 капли, по несколько раз в день. Концентрированный сок при попадании на слизистую может вызвать жжение и незначительные повреждения, поэтому стоит перестраховаться. Сок каланхоя также полезен до приема внутрь. По половине чайной ложкой 2 раза в день, за 30 минут до еды, разведят 3 раза водой. Такой простой рецепт поможет избавиться от туберкулеза в домашних условиях. Каланхоя известен лечебным воздействием на сосуды и вены. На начальных стадиях варикозного расширения вен можно использовать заранее приготовленную настойку. Для этого вам понадобится пол-литровая емкость, которую нужно полностью заполнить 70% спиртом или водкой. Добавить половину от всего объема части сока каланхоя, перемешать и поставить в темное место. Несколько раз в неделю вынимать и встряхивать емкость. Настойку можно использовать через полторы недели, прикладывая пояски на место с веносной сеточкой в течение 4-5 месяцев до полного исчезновения. Также такой домашний препарат оказывает обезболивающее действие, снимая боль и усталость в ногах. Быстрые рецепты на основе каланхоя. Пожевать лист 15 минут при упадке сил и физической усталости. Закапать 2 капли сока в ухо при воспалении. Повторять 3 раза в день. Развести в соотношении 1-2 с водой и вводить в нос пипеткой при синусите. Ежедневно употреблять детки каланхоя, например, в составе салата при авитаминозе. Накапать 2 капли сока на веки по 3 раза в день при воспалении. При ангине, стоматите, танзелите используя 2 столовые ложки мелко порубленных листьев каланхоя на стакан 250 мл кипятка. Прогреть 3 минуты, остудить, процедить, использовать для полоскания и обработки по 3 раза в день. Помните, народные средства не заменяют полноценного лечения. Перед использованием обязательно проконсультироваться с ведущим врачом. Пишите в комментариях, согласны ли вы с предоставленной информацией о пользе каланхоя и какие рецепты уже успели опробовать. Подписывайтесь на канал TNH Info, чтобы не упустить ответы других цветоводов.